привет народ это тостер у нас как всегда много интересного домашней техники ну потому что реальные обзоры и тесты и вот один из наших реальных обзоров мы приехали в магазин в большой для того чтобы узнать какие стиральные машины сейчас продаются почему зачем ну ребят ситуация на рынке сильно изменилась многие бренды ушли а что осталось какие бренды остались какие модели какие стиральные машины вот это мы и будем выяснять мы решили так пройтись от более доступных по цене моделей и дальше там через средний вытян какие-то более дорогие ну а большой магазин это холодильник ru до наши давние партнеры люблю сюда приезжать потому что здесь и техники много и очень хорошие люди работают ну надеюсь к нам тоже такое отношение итак смотрим что сейчас продается в российских магазинах какие стиральные машины поехали ну начнем собственно логично с не самой дорогой модели это candy это серия smart pro и кстати что касается вот этих вот этих стиральных машин к не smart pro у нас есть целое видео где мы сравниваем стиральную машину candy smart с candy smart pro то есть такое следующее уже линейкой более продвинутой и там кстати есть все отличия вот этих стиральных машин посмотрите реально занимательное видео ссылку оставим в описании под этим видео что касается этой стиральной машины дать главные моменты о ней расскажу естественно так здесь есть авто взвешивание то есть у вас стиральная машина она оптимизирует параметры стирки на там время расход воды под реальную загрузку кстати максимальная загрузка здесь 5 килограммов это узкая стиральная машина 40 сантиметров глубина и вот мне нравится этот показатель 5 килограммов да там они ребята могли бы написать 67 до 8 иногда пишут при вот такой глубине здесь более менее реальные 5 килограммов ну про загрузку я часто говорю что это такая такая история она вот в реальной эксплуатации вы поймете что у вас там реально помещается загружается и так далее потому что одно дело футболочки там брюки что-нибудь еще такое а другое дело там покрывала постирать да это все уже зависит от объема барабана вот здесь объем барабана вот я в 5 килограмм верю реально что сюда что здесь до 5 килограммов хлопковых вещей можно постирать дальше одна из самых главных фишек или стиральные машины это 9 быстрых циклов для тех кто все время торопится куда спешит и так далее и на самом деле тоже люблю быстрые циклы вот здесь пожалуйста прям огромный выбор да есть ежедневный цикл 49 минут и в общем вы стираете все все норм все отлично ну и так далее да здесь несколько таких ускоренных циклов есть и смысл в том что конечно вы должны еще смотреть инструкцию что там по загрузке потому что ну часто вот эти быстрые циклы у них загрузка меньше чем полная то есть не 5 килограммов а там поменьше будет но с другой стороны часто многим это норм и не обязательно стирать все время полную загрузку ну давайте еще прогуляемся вот по этим программам принципе вот все здесь есть для того чтобы для того чтобы все хорошо стиралась да и для спортивных вещей специальный цикл 39 минут и есть для смешанных и цветных тканей вещей за час за 59 минут все у вас и стирается деликатный цикл 59 минут но честно говоря деликатный цикл обычно больше и не длится тут так просто его пристегнули к этим 9 программам ну и молодцы вот ну естественно есть еще и такие классические циклы стирки то есть для хлопка в том числе отдельно для белого и не для белого есть программа для шерсти ручной стирки ну и такая бережная стиска ну в общем весь такой набор он здесь есть и здесь кстати еще есть возможность удаленно управлять этой стиральной машиной но с учетом того что это недорогой такой вариант экземпляр очень даже кстати неплохо потому что там дополнительные программы дополнительные опции тоже можно выбирать да то есть у вас расширяется вот этот набор программ ну плюс вы можете отслеживать собственно ход стирки все это в смартфоне у вас есть а дальше что еще про эту машину хочу сказать а здесь есть технологии active motion system ну то есть на каком-то этапе скорость вращения барабана повышается что способствует ну более такому более интенсивному механическому воздействию на вещи ну и вообще лучшему отстирыванию да еще давайте пройдемся по дополнительным функциям которые вот здесь есть можно выбирать их на панели управления дополнительное полоскание ну соответственно выполаскивание моющего средства если вот актуально это если для вас это важно это можно сделать плюс конечно например для детских вещей в дополнительное полоскание в принципе рекомендуется для аллергиков опять же так дальше есть еще предварительная стирка на предварительное замачивание но если у вас такие очень грязные вещи достаточно то это можно сделать на и в общем эта функция доступна качество стирки результат в итоге будет лучше и в данном случае здесь есть еще функция парообработки но это одновременно и подготовка глажки такая легкая глажка на плюс ну под воздействием пара его можно добавить вот к некоторым программам здесь до выбрать плюс под воздействием пара ну как-то распрямляется волокна у ткани но мне все-таки кажется что в данном случае это больше именно под глаз куда история когда у вас обрабатывается паром вещи и потом умеет меньше заломов замятости и вам просто легче потом это все гладить ну а чего хорошая такой базовый вариант здесь очень неплохой набор функции да и и вай-фай есть удаленно можно управлять там дополнительные опции программы тоже использовать плюс быстрые циклы их много здесь в общем хорошие реально хороший базовый вариант за небольшие деньги что касается бренда я погуглил по пробивал но там если вы зайдете на сайт скандилюкс там вот в разделе о компании там такая сказочка интересная про датские корни значит суровые викинги ну такой недорогой копирайтер явно все это писал вот я не очень это верю в принципе бренд появился на российском рынке в восемнадцатом году у меня ощущение что это в эта классическая история последних лет когда именно под российский там рынок под рынок снг создавался бренд который в общем-то заказывает технику у брендов у которых есть заводы в частности вот эта техника она производится производится на заводах вестал в турции я кстати читал там некоторых рекламных материалах тут европейская сборка но если зовут вестал находится на тех трех процентах территории турции которые находятся в европе то наверное это европейская сборка но вообще ничего плохого в таких историях нет это эти это нормально такие бренды нормально что они есть и я сейчас вот не принижая достоинства техники я просто рассказываю о том ну как это обычно бывает а вот теперь давайте про технику поговорим она более-менее симпатичная если вот так канди она у нас было ну нет она не уродливая на просто такая вот базово бюджетная достаточно да вот здесь уже немножко такая история вот люк он пишет не металлический это пластик где сверху но все равно как-то что-то вот подумали о том чтобы было покрасивше что называется даже вот этот поворотный регулятор он честно говоря вот не скажу что он производит печенье надежного да но впечатление впечатления какое на самом деле я сейчас не говорю но вот так но все равно его так немножко приукрасили такой красивенький для блондинки его сделали так теперь посмотрим что здесь вообще есть принципе хороший набор программ да здесь есть и быстрый цикл такая ежедневная стирка за 60 минут есть джинсовый цикл там микс для разных тканей спортивная одежда в общем хлопковые циклы классические синтетика на отдельный цикл для шерсти в общем все что нужно все что собственно требуется от современной стиральной машины в смысле программ стирки на мой взгляд здесь более-менее есть там какие-то частности могут быть да но это уже вот именно частности если вам что отдельные какие-то программы нужны тогда уже подбирайте модель здесь базовый набор мы видим это кстати тоже узкая модель но при этом загрузка здесь на килограмм побольше чем укази не 5 килограммов а 6 но тут и сантиметров побольше по моему не 40 а 41 и 6 до видите всего 16 а плюс целый килограмм но вот история загрузкой не устою повторяться это очень индивидуальная история сами будет смотреть как тут что загружается что здесь помещается в принципе такой барабан достаточно стандартный по объему для узкой стиральной машины вот она простая вот простая в смысле простое управление это хорошо хорошо потому что ну тут вот кнопки нет эти нет модных сенсоров да может быть для кого-то увы для кого-то и не увы для кого-то так лучше просто нажимаем кнопку выбираем дополнительное полоскание нажимаем кнопку выбираем функцию легкая глажка есть а строчка старта тут также кнопками выбирается температура также отжим тоже регулируется кнопками все вот максимально просто и это на самом деле ну не минус на мой взгляд на это собственно все главные вещи которые можно рассказать об этой стиральной машине то есть смотрите у нас получается вот какая история если мы возьмем стиральную машину канзи которая стоила дешевле то она функционально даже интереснее получается ну там например есть вай-фа есть управление с через мобильное приложение здесь этого нет но с другой стороны не всем это нужно в общем если бы наверное передо мной стояла такая дилемма либо ту брать и дешевле либо эту и дороже ну наверное я бы выбрал candy но это я а вы пишите в комментариях чтобы выбрали и может быть у вас уже есть опыт использования техники с candy люкс так что делитесь обязательно им в комментариях он кстати пока шли к следующей стиральной машине к лжи захотелось вам рассказать про вот эту вот ситуацию с брендами с которой я начинал когда говорил про сканди люкс вот машина джекис абсолютно такой же поворотный регулятор абсолютно такой же набор программ только немножко отличается дисплей но здесь сенсорный да это же турецкая сборка это тоже тоже завод в 100 у нас кстати про джекис есть большое видео посмотрите на и напротив стоит стиральная машина керцинг тоже очень похожий поворотный регулятор тоже такой же набор программ где-то они могут немножко по-другому называться но на самом деле именно набор программ такой же и чуть-чуть отличается дисплей здесь тоже сенсорная панель управления это тоже турецкая сборка это тоже завод в 100 это я не о том хорошо это или плохо о том что сейчас наше время понятия бренд там марка стиральной машины марка бытовой техники она очень эфемерная да все такое очень подвижная в этом смысле так что вот так ну а мы идем дальше и у нас дальше lg и так знакомиться с машинами она а так очень минималистично выглядит немножко меня подраздражает здесь вот в этот дисплей панель управления как-то слишком много разных мелких символов но это на мой на мой взгляд вам может нормально будет да так и смотрим да но здесь главное в этой стиральной машине это даже не набор программ но мы же сами понимаем что в общем-то набор программ он там плюс-минус где-то так где-то разница но в целом более-менее одинаковый до плюс есть еще возможность удаленного управления но там где она есть это можно еще добавить другие программы здесь кстати нет удаленного управления сразу говорю но здесь прямой привод да то есть у вас мотор крепится непосредственно к барабану на это дает возможность более тихой работы потому что у вас нет еще так нет ремня да ну и соответственно из-за того что у вас нет этих элементов мотора которые могут изнашиваться да они этот мотором более долговечный да ну и что касается тихой работы опять же к этому вернусь это реально так то есть у вас во время стирки вот стиральную машину с инверторным мотором с еще с прямым приводом тем более и и он не будет слышно ну отжим понятно что вы будете так или иначе слышно что-то шумный этап а вот именно обычная такая нормальная классическая стирка ее практически не услышите только водичка будет плескаться дальше двигаемся по технологиям здесь благодаря вот этому прямому приводу мотора с барабаном реализована технология 6 motion ну в российском маркетинге это 6 движений заботы это давняя технология она был же давно ее общем реализуется в своих стиральных машинах но смысл здесь в том что под разные программы под разные там ткани настройки на у вас разные алгоритмы вращения барабана интенсивность вращения там то как какую сторону вращается и так далее эти ноги называется 6 motion 6 движений заботы ну вот если кому интересно прям за зайдите на сайт к ребятам галджи и посмотрите она такая занимательная хотя и маркетинга в них тоже не мало здесь есть паровые циклы здесь вы можете добавить пар в режиме в режиме одежда одежда малыша ну это такая логичная история детская одежда такая противоаллергенная до антиаллергенная обработка и так далее еще собственно есть отдельный цикл называется гипоаллергенный потом понятно там вода на при одном этапе будет градусов 60 плюс у вас тут добавляется еще пара обработка но собственно для аллергиков плюс там стирать какие такие вещи которые могут накапливать это может быть аллергены это тоже муки и плюс еще к хлопковому циклу вы тоже можете добавить режим паровой обработки в целом же набор программ как я уже сказал ну достаточно такой классический но классический да не совсем здесь например есть отдельный цикл который называется тихие то есть это начиная ночной режим из которого исключены практически исключен основной отжим да то есть вы уже потом проснулись утром и включили отжим а там ночью он вам не не будет мешать и не разбудит вас еще я бы наверное отметил быстрый режим а также возможность создания своего своего цикла стирки своей программы это тоже очень важная история плюс например есть программа для пуховых вещей называют пуховое одеяло в общем понятно что можно стирать и другие пуховые вещи кстати расскажите о том как вы стираете вот пуховые вещи в стиральной машине что стирается и как именно стирать там же есть ну окей у вас есть если у вас есть специальная программа это хорошо а если нет специальной программы вы стираете или нет что используйте дополнительно там есть это шарики специальные для пуховиков вот об этом кстати очень интересно почитать расскажите в комментариях под этим видео 7 килограммов загрузка но это тоже узкая стиральная машина здесь 45 сантиметров ну то есть не 40 уже да мы 5 сантиметров добавляем и это уже 7 килограммов ну туда-сюда еще раз повторюсь история загрузкой она всегда очень индивидуально вот то ли дело пуховик там или пуховое одеяло на другое дело футболочки там брючки шортики и так далее это все тоже разные вещи что называется ну вот наверное это основные моменты давайте еще пройдусь здесь по панели управления есть такая смешная смешной сенсор называется добавить белье ну то есть вы можете это кстати ребята из samsung они же первыми эту тему развили когда у них стиральная машина с дополнительным люком и туда можно добавлять вещи а здесь дополнительного люка нет но просто вы можете эту функцию активировать и если у вас еще уровень воды до позволяет то вы можете просто открыть люк и собственно добавить вещи это на самом деле можно сделать в любой стиральной машине зависит именно вот от момента от момента программы стирки например в таких программах как там ручная стирка или шерсть где воды обычно побольше вы этого можете и не сделать это возможность может быть недоступна ну вот наверное все подробности про эту стиральную машину ну хороший такой на самом деле очень неплохой вариант но это уже не базовая история по деньгам и все-таки немного подороже куперсберг это уже машина полноразмерная вообще я всегда говорю если у вас есть возможность если место позволяет видите полноразмерную технику берите в том числе полноразмерную стиральную машину ну это просто и для вещей лучше больше местный потом сейчас вы живете один а потом будете жить не один потом может семья и нужно будет менять стиральную машину там с узкой на полноразмерную но это конечно если есть место что касается вообще этой стиральной машины здесь инверторный мотор но это не прямой привод это Это именно просто инверторный контроль мощности мотора. Но здесь самое главное достоинство – это оптимизация энергопотребления. То есть машине не нужно все время тратить, выдавать максимальную мощность мотора на разные этапы стирки. Там, где можно где-то мощность понизить, сэкономить, он это сделает благодаря инверторному контролю мощности. И в итоге у вас ниже энергопотребление. Загрузка большая. Опять же, кстати, плюс полноразмерной машины. Это большая загрузка, в данном случае 9 килограммов. Это уже много, много всего можно постирать. И это, мне кажется, хорошо. Плюс простор, много места в барабане. Это, в общем, хорошо еще и для качества отстирывания. И вообще вещам получше. Вот по программам пройдусь, потому что интересно. Вверх, вот сюда, во главу угла, во главе стола, что ли, вынесен цикл для смешанных тканей. Ну, это, в общем, вполне понятно, потому что смешанные ткани. У нас вот сейчас одежда вся такая повседневная. Она именно из разных тканей и есть, да. То есть в одной вещи могут быть там, может быть, понамешано много всего. И этот цикл, он так сюда вынесен, как чуть ли не основной. Ну, как такой, которым человек будет пользоваться довольно часто. Это правильно. Дальше. Несколько циклов здесь быстрой стирки. Вот вспоминается прям первая наша машина, Канзи, где 9 быстрых циклов. Но здесь нет. Здесь 3. Совсем быстро, 15 минут такое освежение. Быстрая стирка небольшого количества вещей за 30 минут. И быстрая стирка за 45 минут. Там уже загрузка побольше тоже. Есть еще, на мой взгляд, полезный цикл. Называется он ночная стирка. Смысль в том, что исключается у вас отжим. Да, то есть, ну, максимально тихая у вас стирка получается, чтобы никого не разбудить. А отжим вы уже утром добавляете, отжимаете, достаете вещи и, в общем, все окей. Отдельный режим замачивания для наиболее загрязненных вещей. Ну и в другую сторону покрутим. Ну, здесь стандартный хлопок синтетика шерсть. Отдельный цикл для деликатных тканей. Есть специальный цикл для пуховиков, вообще для пуховых вещей. Есть еще отдельный цикл интенсивной стирки. Ну, тоже, опять же, такой хардовый режим для наиболее загрязненных вещей. И есть еще цикл, который называется высокая температура. Ну, в принципе, это, видимо, имеется в виду такой антиаллергенный момент, да, детскую одежду. Тут максимальная температура 95 градусов. Восстанавливается. Так что, если вам это нужно, то, пожалуйста, это здесь и есть. Это вот, что касается программ. Ну, дополнительные функции, они здесь такие очень стандартные. То есть, вы можете добавить полоскание. Причем, ну, поскольку... Ну, до четырех полосканий вы можете добавить. Что, в общем, очень неплохо. А, есть еще вот такой режим. Называется он ускорение. Ну, то есть, вы можете немного изменить время стирки. Не скажу, что здесь прям много. Да, большая разница. Но немного ускорить стирку можно. Вот. Это что касается таких вот программ стирки и дополнительных режимов. Здесь еще есть такая загадочная надпись вот на панели управления. Капельное полоскание. Я так понимаю, это просто распыление, значит, распыление воды во время полоскания на вещи. Ну, хорошо, что оно есть. Но, честно говоря, я нигде не нашел информации о том, ну, какая польза от этого. Да, ну, можно только самостоятельно догадываться, что, наверное, от этого вещи выполаскиваются лучше. Пишите в комментариях, если вот кто-то пользуется стиральной машиной Куперсберг с такой функцией. Что это вообще такое? И какое у вас мнение об этом? Ну, вот, собственно, вся информация основная об этой стиральной машине. Еще раз повторюсь, в целом очень неплохой вариант, потому что полноразмерная. Мне прям нравятся полноразмерные машины. И, честно говоря, это одна из моих любимых сейчас стиральных машин вообще на российском рынке. Я просто люблю вот эти эксперименты, ну, эксперименты с форматом. А то, что у нас узкая, супер узкая и полноразмерная. А вот эта машина, она, на самом деле, тоже узкая, да. Вот как ни странно, вроде немного по-другому выглядит. Она просто выше. Выше, чем обычные машины. Но вот по глубине это сколько там, все те же 46 сантиметров. И то, что она выше и немного шире, здесь тоже у нас не 60, а 70 вот по ширине. Это позволило, оставаясь в узком формате по глубине, то есть экономя некоторым образом места, позволило добиться большой загрузки. Здесь загрузка до 10 килограммов. Это при стирке, а здесь есть еще сушка. И, кстати, обратили внимание, я открыл люк. Он сам по себе, его диаметр большой. На загрузочном люке это удобно, очень там удобно загружать крупные вещи. А сюда крупные вещи как раз таки поместятся, потому что большая загрузка и большой вот сам барабан. И там еще подсветочка. Вот в барабане самом стиральном, ну, вот мелочи приятны. То есть, ну, как-то удобнее, вот носок сложнее забыть, оставить в стиральном барабане. Здесь инверторный мотор с прямым приводом. Плюсы понятны, эта машина работает тише гораздо, особенно на этапе стирки самой. Да, отжим, понятно, все равно такой более громкий этап. Это энергопотребление, это надежность более высокая, потому что нет таких элементов, как там щетки, да, или ремень. В моторе они не изнашиваются. И, кстати, еще один момент, связанный с таким, с прямым приводом. То, что двигатель у вас находится в прямой сцепке с барабаном, это позволяет более точно взвешивать вещи, которые вы кладете в стиральную машину. Да, здесь есть автовзвешивание. Стиральные машины с прямым приводом, что Hire, что LG, кстати, та же самая технология, они взвешивают вещи до стирки. Они взвешивают именно сухие вещи. Это, собственно, достигается тем, что у вас контролируется усилие вырабатываемое, да, и напряжение вырабатываемое. И процессор эти данные обрабатывает, и стиральная машина, ну, понимает, какая у вас загрузка. Мы эту машину снимали, у нас есть видео, где она участвует, и поэтому мы оставим ссылку на это видео. Я просто так пробегусь быстро по основным, по главным функциям. Ну, здесь автодозировка, да, это тоже такая полезная история. Полезная, потому что удобная. Вы просто наливаете 1000 мл моющего средства, да, и наливаете 500 мл ополаскивателя. И дальше вы забываете на определенное время о том, чтобы что-то доливать, досыпать, менять и так далее. И когда у вас будет подходить к концу моющее средство, ну, примерно 20 стирок, да, там плюс-минус, стиральная машина вам сама просигнализирует, либо, собственно, панели управления, либо через мобильное приложение, потому что, конечно, этой стиральной машиной тоже можно управлять помощью смартфона через мобильное приложение. И, собственно, чем еще хороша автодозировка? Это не только просто то, что вы ничего не делаете, один раз налили и все. Это еще то, что стиральная машина, она, исходя вот из параметров загрузки, из выбранной программы, она контролирует, собственно, то, сколько лить моющего средства. Конечно, это, ну, скажем так, не на каждый случай прямо отдельно она высчитывает. Там есть, ну, например, три уровня, да, там поменьше, среднее и побольше количество моющего средства. Ну, и в зависимости от условий стирки она и решает, сколько лить и когда лить. Ну, на самом деле, это реально удобная история. Ну, если вам не нравится, вы можете воспользоваться обычным способом и стирать, например, с обычным порошком, вот вручную его насыпая для каждой стирки. Здесь очень приятная такая панель управления. Это полностью сенсор и здесь все, ну, хорошо сделано, качественно. Здесь отклик сенсоров нормальный, да, то есть не нужно там по 15 раз нажимать. Есть автоматическая программа, которая, собственно, позволяет, ну, позволяет стирать вещи, ну, практически, можно сказать, без вашего участия. Положили, включили автопрограмму, и, исходя вот из данных о загрузке, из дополнительных опций, машина сама, собственно, поймет, как что стирать. Естественно, эта программа, ну, такая, низкотемпературные стирки, то есть 30, там, 40 градусов, ну, чтобы вы могли стирать самые разные вещи, да. Плюс есть большой выбор программ, хороший реальный выбор программ. Ну, вся традиционная классика здесь есть, и плюс дополнительные функции. Все это легко вот так выбирается на дисплее, без всяких усилий. Еще один важный момент, интересная функция, которая, ну, она тоже, это не новость, конечно, да, но во всех моделях, которые были до у нас обзора, такой функции нет. Это отдельный режим освежения паром, там, горячим воздухом. То есть без стирки какие-то вещи бывают, ну, не нужно стирать или нельзя стирать, но освежить паром, там, удалить запахи, как-то их просто сделать свежее. После, там, один раз надели, один раз другой, да. Это можно сделать, какие-то складки небольшие разгладятся. Так что вот такой режим есть, и, на мой взгляд, он полезен. Но вообще, если вы пользуетесь подобным режимом, там, в этой машине или в других, они тоже бывают, такой подобный режим, то пишите в комментариях вот ваше мнение именно об отдельной парообработке, да. Не о добавлении пара к циклам стирки, а именно о цикле отдельной парообработки, пользуетесь или нет, и как вам вообще результат. Так, а, вот еще интересная история. Вы можете, ну, вот выбираете любую программу, да, и можете, например, увеличивать или уменьшать время. Это очень просто все делается. Ну, реально, вы вот выбираете программу, там, вот хлопок, хлопок, допустим, да, вот по умолчанию она выдает вам час. Но, если вы понимаете, что у вас погрязнее вещи, вам хочется побольше стирки, вы можете увеличить. Ну, или, да, или даже немножко уменьшить можете. Вот, ну, то есть в каждой программе реально такая история доступна. Ну, вот даже если вы, например, выберете цикл освежения вещей паром, здесь тоже вы можете изменить время. То есть по умолчанию здесь 30 минут установлено, а вы можете, там, сделать меньше, больше, ну, в зависимости от той ситуации, от того, как вы полагаете, сколько нужно освежать вашу вещь, насколько она не свежая, что называется. Что еще хотел сказать? Да, давайте вернемся внутрь, опять вернем. В этом манжета, да, резиновая, здесь обычно, оно бывает так, что скапливается какая-то грязь, может быть, там какие-то волокна, нитки иногда, не знаю. Вот это все сюда подается струя под давлением, и это все вымывается сюда, и еще также очищается внутреннее стекло люка. Ну, тут на самом деле не так уж часто, как это, какие-то загрязнения мы видим, да, но, видимо, так решили до кучи, что называется, сделать. Ну, и еще, наверное, скажу о технологии удаления пятен. Здесь вы можете просто выбрать происхождение пятна, и дальше стиральная машина уже оптимизирует цикл, чтобы удалить именно вот пятно этого происхождения, да, здесь от напитков, от вина, там, кровь, трава, земля и так далее. А, да, и, ну, там обычно разнятся температурные настройки, ну, как-то алгоритм стирки несколько меняется. Сушка здесь, возможно, либо в авторежиме, ну, то есть вы просто добавляете сушку, и у вас в итоге после стирки все сушится, и вы получаете сухие вещи. Ну, или можете выбрать именно время сушки, если вы понимаете, примерно, там, сколько точно выходить, чтобы ваша вещь сохла, и там была абсолютно полностью сухая, или, наоборот, немного недосушенная. Ну, это уже в процессе эксплуатации выясняется. Но вы получаете большую вместительную стиральную машину, в принципе, на немаленькую семью даже, которая у вас и стирает здесь множество опций стирки, и еще и сушит. Ну, мне кажется, очень-очень неплохо, плюс автодозировка, ну, тоже приятная. Итак, вот эта модель. Это не самый топ, но, что называется, все самое необходимое есть, и тут у ASCO всегда есть вот эти фишки, которых очень как-то хочется рассказать. Ну, кроме вот этого скандинавского дизайна, его сохранили. Сейчас машины делают в Словении, но вот этот завод шведский, который был в Швеции, его просто разобрали в Швеции и перевезли в Словению. Да, и он там продолжает работать. И это все равно остается европейская сборка. То есть, это не Китай, например. Я ничего плохого не вижу в китайской сборке, но это не Китай. И смотрите, здесь вот первое, что бросается в глаза, нет вот этой манжеты резиновой. Здесь герметично дверца закрывается и без нее. Это освобождает от разных проблем, от того, что постоянно нужно грязь вычищать из этой манжеты. Плюс она же со временем, ну, как-то может испортиться, не знаю, там, случайно ее как-то прорезать, чем-нибудь можно и так далее. Ну, в общем, для кого-то это покажется, может, какой-то такой мелочью, но по мне так в премиальной машине вот такого класса-каска это очень хорошая история, да, и, в общем, очень правильная. Дальше. Большой барабан. Загрузка здесь большая, до 11 килограммов. Это, я бы назвал эту модель полноразмерной. На самом деле, немножко больше, чем полноразмерная. Это не 60 сантиметров, а 70 по глубине. То есть, нужно понимать, что какое-то дополнительное место вам потребуется. Остальные габариты, они все стандартные, как у обычных стиральных машин. Так, ну, про манжету я уже сказал, про большой объем вот барабана, да, 80-литровый здесь барабан. Еще это одна из немногих стиральных машин. Ну, вообще, стиральные машины Asco, они сейчас уже остались одними из немногих стиральных машин в России, где пак тоже, он тоже металлический, он тоже из нержавеющей стали. Ну, кому-то это важно, кому-то нет, да, но есть люди, которым это прям важно, которые это любят, вот. И здесь это именно так. Ну, кстати, есть такое мнение, что когда бак металлический, а не вот там из, ну, так называемого, пластика, да, где, как у большинства других машин, машина более шумная. Вот есть такое мнение. Ну, на самом деле, я могу сказать, что я реально слушал, слушал, как работает Asco. У меня у самого нет Asco, но у меня есть несколько друзей, у которых есть Asco, и я прям специально слушал, ну, я прям ничего такого не слышал, чтобы это как-то грохотало особенное и так далее. Вот. Еще очень важный момент, который здесь есть. Я меньше говорю о программах, ну, потому что программы здесь, в принципе, ну, они такой базовый набор, может, чуть шире и так далее. А здесь интересны другие технологии. Здесь еще интересный очень момент, он связан с креплением бака. Здесь четыре отдельных, ну, крепления, таких четыре ноги, скажем так, да, которые, они независимые, они амортизируют, да, но при этом это жесткие крепления. То есть, и это все позволяет минимизировать уровень вибрации, ну, прям совсем-совсем минимизировать. Это специально разработанная технология именно вот для стиральных машин Asco была. Дальше. Здесь очень, скажем так, высокий уровень перфорации, если так можно выразиться, да, ну, то есть, достаточно много отверстий, плюс вот именно в барабане для смачивания вещей, плюс вот эти захваты, они такие в форме песочных часов, вот это все, оно в процессе работы, когда у вас здесь есть вещи, оно позволяет вещам находиться именно в центре барабана, то есть, да, и таким образом качество смачивания, это все не страдает, плюс минимизируется момент с дисбалансом. Вот эти вещи тоже интересные. Ну, давайте немного пробежимся все-таки по программам. Здесь такой, на первый взгляд, маленький дисплей, на самом деле здесь очень все как бы понятно, просто и функционально. Вот на этом дисплее информация отображается так, что она сразу видна, сразу все понятно. Меня не раздражает. И то, что он монохромный, такой немного ретро, меня тоже не раздражает. В моделях постарше, более дорогих, там есть новые серии УАСКО, у них там уже цветной дисплей, он тоже небольшой такой, но цветной, но меня это вполне устраивает. Но там уже не 122 тысячи, там уже гораздо дороже. Вот хлопок, шерсть, там ручная стирка, ну, вот, в принципе, все базово. Можно просто по времени стирку выбирать. Ну, то есть, вы задаете температуру, вы задаете там количество оборотов отжима, и время стирки, да? Ну, то есть, в принципе, достаточно вариативно все. Есть, кстати, автоматическая программа. Вау, что круто! Это говорит о том, что здесь есть автовзвешивание, собственно, да? И вы можете еще выбирать степень загрязнения вещей. Алгоритм стирки, он будет, ну, скажем так, подобран именно под эти ваши настройки и под то количество вещей, которые в итоге, кажется, у вас в барабане. И еще интересный момент, вот когда вы листаете программное меню, вы можете активировать такой режим, называется он Doze Assist. Ну, звучит как будто это автодозировка. Нет, здесь нет автодозировки моющего средства. Она есть в модели Hasco подороже. Это вообще другая очень интересная история. Такая какая-то очень скандинавская, мне кажется. Смотрите, вы активируете опцию Doze Assist и выбираете степень загрязнения вещей. Ну, соответственно, менее загрязненные, средние или совсем уж грязные. И дальше, когда перед тем, как у вас начинается программа стирки, машина оценивает загрузку, сколько вещей вы положили, и предлагает вам налить определенное количество жидкого моющего средства. То есть, вы вот сюда вот наливаете, здесь есть такая шкала специальная, ну, для удобства. И машина сама рекомендует вам на дисплей тот объем моющего средства, который, собственно, подойдет в соответствии с выбранными условиями стирки, с выбранной программой и с загрузкой. Вот она определяет загрузку и выдает вам такую рекомендацию. Мне кажется, это очень такая удобная и клевая штука. Здесь полная защита от протечек, полностью защищен корпус, полностью защищены шланги. Вот, то есть, это тоже все полностью продумано. То есть, не частичная защита, да, как иногда бывает в большинстве, собственно, стиральных машин. Так что, вот такая модель Asco. Ну, да, конечно, 123 тысячи на дороге не валяются, но если они у вас есть, и если вы хотите у себя дома в ванной комнате и иметь, ну, такую вот стиральную машину премиум-класса, то, в общем-то, по большому счету, вам сейчас в России больше и посмотреть не на что, да, потому что, я не знаю, в комментариях пишите, что еще вы можете отнести вот такому реальному, интересному премиум-классу, кроме Asco сейчас в России. Вот так, стиральная машина окей, вполне рекомендую для тех, у кого есть эти деньги. Ну что, как я люблю говорить, вы все видели сами. Жаль, конечно, очень жаль, что ушли многие бренды, там, я не знаю, Bosch, Electrolux, Mili и еще другие. Нет их практически сейчас в магазинах, а если что-то есть, то это уже допродаются остатки, но все-таки такой позитивный момент, если его можно так назвать, это то, что, ну, не умрем мы, стирать будет в чем. Потом есть стиральные машины, дефицита нет, есть те бренды, которые, ну, может быть, раньше были как-то менее известны, были во втором ряду, ну, сейчас пришло их время, вот так вот получается. И еще важно, что есть, остались стиральные машины по разным ценам, то есть, вот, если у вас там не очень много денег, вы все равно купите нормальную стиральную машину. Если денег побольше, ну, там, машина получше и так далее. Что касается вот тех машин, которые сейчас были у нас в обзоре, какую бы я взял? Ну, ребят, если бы у меня было, если бы у меня было на стиральную машину 123 тысячи, конечно, не задумываясь, взял Asco, потому что они мне нравятся, ну, ребят, правда, делают очень интересные, крутые продукты. Вот, а так, в целом, машина Candy, с которой мы начинали, за свои деньги очень хорошая, там очень хорошая функциональность, и мобильное приложение, удаленное управление, то есть, дополнительные программы и функции. Стиральная машина LG тоже, там, и прямой привод сюда, который дает, там, дополнительные преимущества. Ну, в общем, выбрать можно всегда. И спасибо ребятам из холодильника RU, у которых этот выбор большой. На этом все. Пишите в комментариях ваше мнение о том, что сейчас происходит на российском рынке стиральных машин. И этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто показываем, рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео с теми, кто, возможно, хочет купить себе новую стиральную машину. Пока, до новых обзоров и тестов!